МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня вечером в программе «Автопатруль». Район остановки «Молодежная» становится местом дурных традиций. Повторив подвиг прошлогоднего автобуса, грузовик пробил дорожное ограждение. Двойное ДТП произошло на улице Сахалинская. Пострадала женщина. Очередной снегопад обрушился с торгового центра «Грант» на припаркованной автомобиле. Владельцы готовы за справедливостью пойти в суд. Предупреждение. Данная программа содержит сцены курения. Минздрав Российской Федерации предупреждает. Курение опасно для вашего здоровья. Район остановки «Молодежная» становится местом дурных традиций. Повторив подвиг прошлогоднего автобуса, грузовик пробил дорожное ограждение. Верхняя «Молодежная» – это же самое место, где в прошлом году вылетел через леера пассажирский автобус. На этот раз его подвиг решил повторить грузовой автомобиль, но водителю повезло больше, и он застрял в ограждениях. Никто не пострадал, сам водитель грузовика утверждает, что отказали тормоза. Отказ тормозной системы происходит как раз в тот момент, когда грузовой автомобиль спускается по улице Днепровской к проспекту «Столетия Владивостока». Осознав, что не может остановить машину, водитель начинает выворачивать влево. Передней правой стороной врезается в дорожное ограждение, пробивает их и, застряв дном машины на снежном завале, зависает над расположенной внизу автобусной остановкой. Но на этом история не заканчивается. На перекрестке, на остановке Верхняя Молодежная, прошло ДТП с участием двух автомобилей. Выводитель в аравайке на спуске, не справился с управлением, говорит, что отказали тормоза, совершил столкновение с лейерами. В свою очередь лейера упали настоящие на нижней остановке автобус. В результате ДТП никто не пострадал, эвакуатор получил серьезные повреждения. Погейт вместо ДТП, скорее всего, в кузове эвакуатора, так как отказ тормозной системы, все-таки машина ездить не может. Возможно, грузовой автомобиль выпустили на трассу в заведомо неисправном состоянии, но это предстоит выяснить сотрудникам полиции. А вот фирма, которой принадлежит автомобиль, придется заплатить немаленький штраф за повреждение городского имущества. Пьяная женщина повезла ребенка в детский сад. Не успев отъехать от дома, дама угодила в аварию. На улице Южно-Уральская в направлении Ильичева движется автомобиль Toyota Vitz. За рулем молодая женщина, которая везет ребенка в детский садик. Напротив 30-го дома автоледи не справляется с управлением, машину заносит. Пролетев в снежный завал, Toyota Vitz врезается в припаркованный автомобиль. Состояние девушки сразу же вызывает подозрения у свидетелей ДТП. Состояние девушки неадекватное. Такое ощущение, что она находится в нетрезвом состоянии. А вот что, говорят, у нее ребенок в машине? Ребенок, да, находился в машине. Чтобы ребенок не замерзся, ребенок не пострадал, я его вместе с ней отвез в детский садик. Сдали воспитателям его и приехали обратно. По рассказу очевидцев, после возвращения на место ДТП девушка продолжает вести себя неадекватно. Предлагает пострадавшей стороне свой автомобиль, чтобы обойтись без вызова сотрудников полиции. А после вообще пытается скрыться. После ДТП девушка не стала дожидаться инспекторов, ушла в неизвестном направлении, после вернулась. Со слов водителя пострадавшего, девушка находится в неадекватном состоянии, выпившая от нее сильная эрозита алкоголем. Девушка ведет себя довольно-таки адекватно, весело, со всеми общается, хочет подружиться. А вот приезд нашей съемочной группы молодую автоледи явно засмущал. Веселье и общительность куда-то тут же пропали. Возможно, даме немного более приятно общаться с сотрудниками полиции, чем с журналистами. Здравствуйте. А давайте знакомиться. Вас как звать? Ну, давайте чуть-чуть расскажете, что да как произошло. Не надо стесняться. Можете лицо не показывать свое. А вы выпивали, девушка? Как говорится, без комментариев. Действительно ли девушка, находившаяся за рулем автомобиля Toyota Vitz, находилась в состоянии алкогольного опьянения, установит медицинское освидетельствование. Если оно подтвердится, даме грозит крупный штраф и лишение прав. На улице Днепровской внедорожник сбил пешехода. Автомобиль Toyota Hilux Surf движется по направлению к проспекту Столетия Владивостока. За рулем мужчина, который возвращается после работы домой. На пешеходном переходе в районе 20-го дома внедорожник совершает ДТП, сбивая переходящего дорогу человека. Налетел на этот. Не налетел, по ногам чуть-чуть проехал. Пострадавший пребывает в шоке от произошедшего. Пострадавший не получил травм, и они с водителем внедорожника сумели договориться. В проспект Столетия Владивостока произошло наезд на пешехода. Водитель Toyota Sur, двигаясь по дороге, не заметил пешехода и наехал ему на ноги. Повреждение ботинок пешехода оценил как несерьезные, поэтому пешеход и водитель решили свои проблемы на месте. Написали расписки, что претензий не имеют, и разъехались. Двойное ДТП произошло на улице Сахалинская. Пострадала женщина. Микроавтобус Nissan One Net съезжает по крутому спуску в район дома номер 57 по улице Сахалинской. За рулем мужчина, который едет по направлению к гаражам. Дорога в этом месте скользкая, и контролировать машину сложно. Меня понесло на гололеде, шла женщина. Я ее зацепил, зацепил, она упала. Ну, я сразу здесь рядом находится... Травпункт? Не травпункт, а скорая помощь. Я сразу ее туда привел. Ее увезли тысячекоечную. Вроде все нормально, она ничего не жаловалась. Но на этом история не заканчивается. Пока водитель микроавтобуса Nissan One Net дожидается сотрудников полиции, к месту происшествия подъезжает другой автомобиль. Следом к гаражам спускается внедорожник Nissan Safari. Смотрю, человек стоит. Он смотрит на меня. Я подумал, что ему может помощь нужна, или что, улетел. Начал к нему более так радиус, больше стал брать, подъезжать. И с управлением не справился, въехал в него. Вот и все. Во всем случившемся оба водителя винят скользкую дорогу. Но даже это обстоятельство водитель транспортного средства должен учитывать, когда совершает любой маневр. Приехавшие на место ДТП сотрудники аварийной службы делают однозначные выводы. Ванет получил серьезные повреждения. Своим местом, своим ходом, точнее, место ДТП он покинет. На сафаре видимые повреждения отсутствуют. После разбирания со сотрудниками ГИБДД водитель Ниссан Ванет пойдет в свою компанию получать выводы. Пока на месте ДТП работают сотрудники полиции, другие водители пытаются съехать по опасно-скользкому спуску, создавая аварийные ситуации. Далее в программе. Очередной снегопад обрушился с торгового центра Грант на припаркованной автомобиле. Владельцы готовы за справедливостью пойти в суд. На объездной дороге седанка Патрокол столкнулись три автомобиля. Водителя и пассажира в тяжелом состоянии увезла с места происшествия скорая помощь. Редактор субтитров А.Семкин